Утро на радио «Спутник в Крыму» со Светланой Разиной. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. 8.04. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник в Крыму». Всем доброе утро. Сегодня четверг, 20 апреля. И мы продолжаем поднимать наиболее актуальные темы. Смотрим, какие есть интересные даты. И вот сегодня как раз одна из таких. Отмечается праздник под названием «День поисков смысла жизни». Вот так необычно, нестандартно, я бы сказала. Но и такие праздники есть в календаре. С одной стороны можно пройти мимо, с другой стороны можно задуматься. А в чем же смысл нашей жизни? Кстати говоря, праздник отмечают во многих странах мира. А вот в чем смысл жизни, это вопрос крайне философский. Есть ли на него правильный ответ? Мы как раз сейчас постараемся выяснить. Или это риторический вопрос без ответа? Обо всем этом поговорим с нашей гостьей. На связи со студией кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии КФУ имени Вернацкого, Юлия Евдокимова. Юлия Александровна, здравствуйте. Доброе утро. Давайте с вами искать смысл жизни. И для начала вообще поймем, а стоит ли его искать. Потому что сегодня такой день, когда надо не просто искать смысл жизни, а вообще понять, есть ли в этом такая необходимость. Ну, когда я размышляла над темой эфира, то решила принципиально обойтись без каких-то ссылок на чьи это теории или цитат, хотя это всегда очень неэффектно. Попробуем с вами сегодня порассуждать. Ведь день поиска смысла, значит, надо рассуждать. А мы, русские люди, в нашей крови есть стремление к рассуждениям, поиску смысла, насколько это вообще возможно ранним утром, когда многие едут на работу, находятся в тропках. Ну, это только усиливает поиск смысла жизненных ориентаций. Ну, вот основная сентенция, которую я бы проговорила на старте. Главная проблема у нас возникает тогда, когда смыслом жизни становится процесс его поиска. То есть процесс ради процесса. Потому что так правильно. Правильно иметь смысл жизни. Хорошо ли жить по смыслам жизни? Какие они у нас есть? Ну, вот прежде чем начать, давайте будем разбираться, что именно мы с вами сегодня отмечаем. Вот что такое смысл? Как бы смысл смыслом. Какие есть варианты? Ну, конечно же, классификаций смыслов очень много. Они зависят от позиции автора, который над этим рассуждает. Это может быть философ, это может быть психолог, социолог, религиозет. И тогда он будет разный откладывать смысл в смысл. Но может ли быть иллюзия смыслом? Например, завоевать чью-то любовь, построить дом, добиться успеха, иметь на счету миллиард и стать в итоге счастливым. То есть реальность – это или иллюзия. А может ли смысл быть иллюзией? То есть мир во всем мире. Все любят и уважают друг друга. Поэтому, наверное, надо поговорить о видах этих смыслов. Мы их можем... Давайте разберем, правда, у всех они разные. Хотя мне бы, конечно, вообще хотелось понять формулу, стоит ли искать этот смысл жизни. Или, правда, настолько мы все разные, что для кого-то вот этот миллион, для кого-то дома, для кого-то любовь. Ну, конечно, очень интересно, что поиск смысла жизни – это такая вот исключительно человеческая потребность. То есть смысл – это осознанная ценность. Безусловно, она в любом случае у нас будет. Тут надо только понять, о каких мы смыслах говорим. Ну вот, если начать с биологии, да, давайте начнем с такой вот основы, то существует идея о том, что на самом деле смысл связан с нашими инстинктами. Например, вот долги выделяют там витальные смыслы, социальные смыслы, идеальные смыслы. Вот, например, жить ради жизни. Да, вот такой смысл. Начнем с витальных, базовых, на которых мы с вами опираемся. Жизнь ради жизни – инстинкт самосохранения. Жизнь ради получения удовольствия. Так многие говорят, я хочу просто получать удовольствие от жизни. Что может быть лучше? Ну, пищевой инстинкт, питьевой инстинкт. А ради денег – инстинкт накопления запасов. А ради разного образа жизни – я хочу ничего не делать, лежать на диване и пусть мне на подноске чем-нибудь приносят. Инстинкт экономии сил. То есть вроде бы все как-то объяснило. Социальный инстинкт – прекрасные слова, которые мы с вами все знаем. Любовь. Половой инстинкт. Ну, единственное, тут качество любви тоже связано там с разными смысложительными позициями. Ну, во-первых, создание семьи – это тоже половой инстинкт, который относится к социальному смыслу любви. А ради детей – родительский инстинкт. А ради дома, да, вот я вот свой дом буду любить, только вот мой дом – территориальный инстинкт. Ради какой-то социальной группы, любой, там, наш народ, наша Родина – статный инстинкт. Ради власти – иерархический инстинкт. Ради какого-то конкретного человека – инстинкт следования. Ну, мы начали с биологии. То есть я не говорю, что только так или никак иначе. Если говорить про идеальные смыслы какие-то, ну, например, ради познания, ради науки, исследовательский инстинкт. Слушайте, ну, Юлия Александровна, вот мы сейчас, мне кажется, в теорию ушли с вами. Какие у нас есть инстинкты, понятно, что их очень много. Давайте мы вернемся все-таки к смыслу жизни. Вообще стоит выделять какой-то из инстинктов, какой-то один основной приоритет вообще в поиске смысла жизни. Есть ли такая необходимость? Вообще надо ли зацикливаться? Мы же с вами, давайте к реальной жизни перейдем, в частности, к социальным сетям. Там очень часто я вижу разные посты от девушек, которые пишут, «Мой ребенок – это мой смысл жизни», или «Мой муж – это мой смысл жизни». Кто-то пишет «Мой смысл жизни – это моя работа». Правильно ли с такой точки зрения подходить? Или это все-таки комплекс, какое-то такое понятие обширное, которое не должно зацикливаться на определенном, на чем-то одном, скажем так? Вот с этой мысли, собственно говоря, я и начала. Надо ли… Есть ли смысл ради смысла? Безусловно, когда мы будем для себя выстраивать единственный какой-то стержень, какой-то приоритетный смысл, то посыпется вся система гармоничных смыслов. То есть смысл должны быть гармонизированы. Иначе будет определенный перекос, и мы не сможем жить на одной центральной какой-то палке. Поскольку смысл как оценивание, да, вот мы сейчас привели примеры, это хорошо имеет смысл, а это плохо и бессмысленно. Вот когда подобное желание присваивать миру и людям оценочное суждение, хорошо-плохо, приходит вам в голову, то вы занимаетесь чем угодно, но не поиском смысла. То есть вы в мантии судей, вы в облачении чиновника, в образе бахтера женского общежития, но не человек наедине с миром. Если у вас есть смысл как цель, то есть я буду делать только то, что имеет смысл. Иначе здесь неправильно. Я не буду тратить время на созерцание того, как там разъедаются одуванчики. Я не вижу смысла говорить слова любви тому, кто никогда не отметит мне своей взаимностью. Смысл делать хорошо свою работу или зарплата будет такая же, если я ничего не буду делать. То есть цель недостижима. В чем смысл? Действительно, тогда цель вообще действительно смысла не имеет. На априори строна смысл свергается. Есть смысл как служение идеи идеалу. Вот часто мы такое слышим в соцсетях. Я служу идеалу. Я педагог с большой буквы. При этом я могу детей не любить. Я люблю педагога как себя. Звучит прекрасно, звучит пафосно. За исключением одной маленькой детали. Где в этой схеме ты? То есть конкретный человек с конкретными желаниями, чувствами, глупствами, которые у нас есть. Мы не будем тогда прекрасной копией какой-то идеи. Действительно, смысл может быть в том, что мы просто стремимся интерпретировать происходящее. Вот у меня сейчас вы привели несколько примеров. Мой смысл – ребенок. Вот действительно, сейчас в конкретной моей жизни есть ребенок, на которого я трачу много усилий, жизненной энергии, денег. Поэтому я для себя интерпретирую это так, как будто это мой смысл. Хотя на самом деле, по большому счету, это обстоятельства моей жизни. И иногда мы с точки зрения логики что-то объяснить не можем. Нам кажется, что происходящее с нами что-то абсурдное или нелепое, и тогда наша психика ищет в этом какой-то сакральный смысл. Да, все посыпалось. Но это ради, наверное, какого-то моего такого жизненного, исторического... Слушайте, ну и в принципе, наверное, делать... Я сейчас не про детей, хотя говорят, что на чем-то, даже на детях нельзя вот так полностью всецело, всю жизнь концентрироваться, говоря о том, что это смысл жизни. Потому что дети тоже имеют свойство вырастать, заводить свою семью, уезжать жить в другой город, и тогда получится, что твоя жизнь рассыпалась. Потому что слишком много поставила, слишком много надежд и смыслов было вот с детьми. Тут отношение, безусловно, должно быть самое, что ни на есть теплое, но тем не менее, понятное, что это другой человек, он вырастет, у него будет своя жизнь, и делать его смыслом своей жизни, наверное, нельзя. Так же, как и работа, которой можно лишиться в какой-то момент, и тоже жизнь рухнет. А в чем тогда, вот, все-таки, чтобы быть удовлетворенным этой жизнью, как нужно позиционировать себя в этом мире, чтобы не выделять что-то одно, но при этом гармонично вот как-то хватать из каждой области по чуть-чуть? Вообще, надо ли об этом думать? Вот давайте так, не горе ли это от ума? Думать надо. Собственно говоря, рефлексия, саморефлексия, для чего я живу? Зачем я сегодня встал? Да, вот как я планирую собственную жизнь? Это очень важно, потому что иначе не будет функционировать наше сознание. То есть наше сознание состоит из вот трех таких глобальных составляющих. Ну, там понятно, что это чувственная ткань, да, но это значение чего-то, это смысл чего-то. То есть если один какой-то элемент из этого выпадет, то, соответственно, у нас сознание не будет работать полноценно. Поэтому, безусловно, смысл, он живой. Смысл трепетный, смысл ускользающий. Он зависит от того, откуда падает свет в нашей жизни, куда набегает тень. Он приходит к тебе, как младенец к матери, он питается твоим молоком и любовью. Он вырастает, он становится своенравным подростком, который будет бросать себе вызов, будет от тебя отрекаться на какое-то время, от твоих взглядов. Иногда он может покинуть тебя навсегда. То есть смысл живой, к нему надо относиться с уважением. Но его не надо дрессировать, его не надо сажать в клетку рядом со мной. На него не надо, знаете, как на собачек некоторых, навешивать такие ленточки, колокольчики, вот всем демонстрировать, смотрите, какая у тебя пуся, какая я прекрасная. Смысл надо уважать. Тогда, собственно говоря, он и будет наполнять твою жизнь. И вот, конечно, я с иронией, да, многие какие-то примеры прививаю. Хочу, чтобы меня поняли, особенно про детей. Если я теперь тоже смысл жизни. Но я имела в виду, что нельзя заострять, да, нельзя только говорить, что только в этом и ни в чем иначе. Поэтому, конечно же, человечество веками ищет смысл жизни. Но помните свое школьное детство? Вот мы с вами писали сочинения по литературе и приписывали смыслы причинам поведения литературных героев. Почему они так поступили? А сами думали, вот смысл было бросаться под поезд. Вот дура какая-то, зачем она все это сделала? То есть, а я вот всегда думала про этих героев чуть-чуть по-другому. Всегда читая, думала, наверное, как-то мало занятий было у людей в то время. Наверное, мало труда было. И поэтому очень много мыслей в голове о смысле жизни, о том, что в жизни что-то не так. И те, кто были заняты трудом, пользуя некой социальной значимостью, у кого, кто был в круговороте просто ежедневных дел и забот, у того и мыслей на вот все эти рефлексии было меньше. И времени на это не было. И проблем таких не было с поиском смысла жизни. Может быть, вот в этом и есть какая-то ключевая загвоздка? Не надо об этом так много думать? Может, смысл жизни просто в том, чтобы делать то, что нравится, погружаться в какие-то заботы, быть востребованным, задействованным, приносить кому-то пользу? И еще, на самом деле, вот я уже говорила, что смысл – это живая структура. Еще у смысла есть возраст, у каждого свои границы, у каждого свои, даже срок жизни, место захоронения у каждого смысла есть. То есть мы вспомним свою первую любовь. Без него я больше не смогу жить, говорили мы себе. То есть не то, не того, что прежний смысл, а надо обесценивать. Надо с благодарностью, с полевыми свиданиями переходить к местам, где они почили, благодарить за опыт, за эмоции, за выводы. Жизнь без смысла невозможна. Нравится нам или не нравится, верим или не верим. Любое театральное заламывание рук в небеса о том, что моя жизнь имеет смысла – ошибка, которая на данный момент, возможно, тоже для вас имеет смысл. А вот, кстати, вот эта фраза, Юлия Александровна, «Моя жизнь не имеет смысла», «Я потерял этот смысл», «Я не могу его найти». Почему люди так говорят? Что на самом деле они имеют в виду, и что за этими фразами чаще всего скрывается с точки зрения психологии? Ну, чаще всего скрывается в том, что я не удовлетворен тем, что со мной происходит. Я хочу что-то изменить. И вот смысл в том, чтобы чувствовать жизнь. Об этом прекрасно помнили экзистенциалисты, вот создатели логотерапии, логос в смысл. Виктор Франк, когда его бросили нацисты в концлагерь, он как раз и создал свою логотерапию. Вот, и если резюнировать, вообще вот наш с вами разговор, да, есть ли смысл жизни вдруг приболел, есть ли наш смысл жизни истончился, потерялся, стал вам немил, такое тоже бывает. Если кто-то осмеял смысл жизни, да, вы подумаете, что-то в детях застряло, есть много всего интересного. Назвал ничтожным на смысл жизни. Не надо от него прикаться, не надо искать шило, потому что оно не мыло. Обращайтесь к психологу. То есть мы обязательно вас познакомим друг с другом истинных, настоящих, близким по духу. Не надо искать смысл. Смысл найдет вас сам. Только надо быть готовым к этой встрече, не обознаться, не поднимать в полу чужие смыслы, потому что их тоже кто-то потерял и хочет вернуть. Поэтому смысл с нами на самом деле. Верим мы в дуе. Давайте все-таки еще раз акцентируем внимание на пользе, на своей трудовой деятельности и, в принципе, на какой-то некой погруженности в дела, в заботы, в такие обычные, какие-то ежедневные, которые в итоге и дают некое удовлетворение. В конце дня мы понимаем, вот столько сделано, вот и хорошо. День прошел не зря. Кому-то я сегодня пригодился, кому-то сделал пользу, принес пользу, кому-то помог и так далее. Вот, в общем-то, и смысл был найден до этого, не понимая вообще, как день пройдет и в чем будет его основная такая польза вечерняя. Поэтому, наверное, тут о труде не стоит забывать, если будем ежедневно лежать на диване и размышлять о всех этих смыслах, философских понятиях. Ну, если мы только будем лежать на диване, нам будет только хуже. Это надоест. В любом случае, конечно, смысл с вами. Думайте, саморефлексируйте, но только неизбыточно. Потому что вот ковыряние в рамке ни к чему хорошему никогда не приводит. А вот если рассмотреть... Мы живы, это тоже прекрасно. Если рассмотреть религиозную составляющую этого вопроса, людям, верующим, проще здесь или нет в контексте поисков? Сложный вопрос. Проще или не проще? Наверное, просто они руководствуются неким заданным шаблоном. И у них четко заданные границы. И поэтому нет, знаете, такого... Ну, на определенном жизненном этапе жизнь же очень разная, да? Мы теряем смысл жизни, мы находим смысл жизни. У религиозной личности проще в том плане, что для нее есть знания, да? Вот вера и знания для него совпадают. Люди-агностики, да, люди нерелигиозные, они всегда проверяют знания на зуб. Так ли оно, истинно ли оно, или ложное оно. Наверное, все-таки, вот с точки зрения психологии, религиозная личность, по крайней мере, тратит меньше жизненной энергии на, знаете, вот эту вот борьбу внутри себя относительно того, существует или не существует. Для них есть и все. Но это не значит, что кому-то проще, а кому-то сложнее. Жизнь простой не бывает. И это абсолютно нормально, когда наша жизнь очень разная на разных этапах. И, кстати, вот смысл, я почему говорила, что смыслы живые? Смыслы могут переструктурироваться. Вот есть там опросники определенные на смыслы жизненной ориентации личности, когда мы выявляем разные жизненные ценности. Так вот, многократно там проводились исследования относительно того, как переструктурируются смыслы жизненной ориентации ценности наши после, например, заболеваний, которые были связаны с возможностью уйти из жизни. То есть инфаркты, инсульты и так далее. Очень жестко переструктурируются. Да, спасибо вам за вот это подчеркивание за этот комментарий. Действительно, хотела тоже поднять тему, как у нас поменялись после ковидного периода у многих вообще взгляды, отношения к жизни. Мы с вами когда-то обсуждали тоже это в эфире, как человек на себя по-другому стал смотреть. Потому что поняли, да. Да, поэтому и собственные смыслы. Ну, беречь, конечно, надо, но здесь надо все-таки нам, давайте мы с вами какой-то такой вывод большой сделаем из нашей беседы. И все же, если вдруг кто-то сейчас понял, слушая наш эфир, что очень много внимания он уделял поиску смысла в жизни или, например, определил для себя какой-то один и долгое время зацикливался в этом направлении, что сейчас стоит сделать? Как вот, какой вопрос задать себе или какое сказать себе волшебное слово, волшебную фразу, чтобы, ну, чуть-чуть взбодриться, может быть, выйти из этого гипноза поиска смысла жизни и стать, и жить на самом деле, перестать вообще думать, а начать жить? Есть такая волшебная формула? Понимаю, что, наверное, требует от вас невозможного. Да, волшебная формула не существует. Есть очень важный такой момент, когда каждому событию с тобой происходящему, самому простому, ты обращаешь внимание на цветущие деревья, ты обращаешь внимание на свой вдох и выдох, ты обращаешь внимание на какие-то интересные события, связанные с твоей профессиональной деятельностью, продолжай это делать. То есть очень важно не зацикливаться на дальние цели, помнить о том, что есть ближние цели, и смыслы есть разные. Есть дальние смыслы, есть ближние смыслы, смысл дышать, смысл смотреть, это тоже очень важно, получает этого удовольствие. То есть главное, ради чего мы живем, по большому счету, это принцип удовольствия. Об этом говорили психоаналитики, ну, не соглашались там наши отечественные психологи, но тем не менее, каждый человек это подспудно чувствует. Поэтому не превращайте поиск, смысл, в пропу войны. Да, смысл должен быть гармоничный, смысл всегда с вами есть, не переживайте, что вы его потеряете. Просто относитесь к нему бережно. Пока вы получаете чего-то удовольствие от воспитания детей или от отношений с близким человеком или от своей работы, профессиональной деятельности, значит, все у вас правильно. Значит, ваш смысл найден, просто вы не думаете об этом и не надо об этом думать. Да. Излишние мысли хороши только тогда, когда ты изобретатель и тебе тоже приносит удовольствие. А так, собственно говоря, наши мысли, наши скакуны, мы должны с ними тоже их сдерживать, да, периодически. То есть не надо перекружать собственную психику, безусловно. Но при этом процесс смысла жизненных, каких-то поиска смысла жизненных ориентаций, он тоже может быть гармоничным. Просто здесь важно очень не мыслить ради мысли, да, не вот поиск смысла ради самого поиска, а все-таки находить какие-то искусство маленьких шагов, да, нахождение вот какой-то точки внутреннего психологического пространства, где тебе хорошо, где тебе уютно и где тоже гнездятся вот эти твои маленькие замечательные смыслы. Слушайте, ну вот здорово, правда. Сейчас, мне кажется, еще в контексте того, что за окном весна, все расцветает, и вы сегодня упомянули хорошую погоду, цветочки, все это тоже может быть таким смыслом жизни сейчас в этот момент. Придет другой день, новый день, новый месяц или новое время года и там мы тоже что-то найдем для себя важное. Я думаю, что действительно зацикливаться не надо, раз уж сегодня мы в такой день с вами разговариваем и мне про маленькие шаги мысль очень понравилась, все-таки смысл в простых вещах. Я вас благодарю, Юлия Александровна, за то, что к студии подключились, за интересную беседу. До свидания. До свидания. Напомню, на связи с нами была Юлия Евдокимова, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии Таврической академии КФУ. Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Радио «Спутник» в Крыму. Радио «Спутник» в Крыму.